ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет! Сегодня вторник, и это значит, что внутренний голос, то есть вот он... Привет! ...и инспектор гаджет, то есть я, спасут вас от скуки, правда, всего лишь на 570 секунд. Время пошло. Так, Голос, смотри, дри мне в обрез, поэтому говорит только по существу, в воду не лей. Понял меня? Молодец. Что у нас там на очереди? Юмо Геймбокс. Помните легендарную игровую платформу Геймбой? Нет? Не помните? Ясное дело, достопочтенная игрушка давно уже на пенсии. Судите сами, 128 кило, килобайт, а не мегабайт памяти, 256 кило внешней, картриджи. Ну а если в древние игрушки поиграть очень хочется, то Геймбой можно легко заменить, например, геймбоксом. Штука с названием Кюмо Геймбокс – это гибрид карманной игровой консоли, мультимедиа-плеера, цифрового фотоаппарата и бог весь чего еще. Выглядит, впрочем, как классическая консоль. Экран сдвигается вверх, под ним скрыты классические игровые кнопки – A, B, Y, крестик и блок клавиш стрелок. В сложенном состоянии аппарат довольно компактен, причем не раскрывая, его можно использовать как средненькую цифровую камеру. Умеет геймбокс довольно много – музыка, видео, чтение электронных книг и так далее. Но главное – это, конечно же, игры. Этот аппарат гораздо мощнее геймбоя, с крупным трехдюймовым экраном разрешения 320 на 240, двумя гигабайтами встроенной памяти и гнездом для карт памяти. Правда, максимальный размер карточки тоже 2 гигабайта. Кроме скрытых кнопок, на корпусе есть еще несколько – универсальный эскейп, управление треками, блокировка кнопок и спуск затвора для режима фотокамеры. В игровом режиме функции кнопок зависят от игры, кроме Y, которая позволяет вызвать меню. Консоль совместима с 8- и 16-битными играми для старых платформ. В память гаджета зашит эмулятор, который понимает ромы картриджей того же геймбоя, дэнди, сеги и других. В интернете такого добра немало, так что с игрушками проблем не предвидится. Их, кстати, можно загрузить из сайта разработчика, в чисто ознакомительных целях. Работают неплохо, несмотря на то, что это все-таки эмуляция. Управление, конечно, требует привычки, но это свойственно всем аппаратам такого типа. Плеер и другие функции оригинальностью не отличаются. Качество звука довольно приличное, хотя тут многое зависит от наушников. А вот встроенный динамик похож скорее на пищалку. Немного удручает то, что видео приходится конвертировать с помощью специальной программы. Подвести итог можно одной фразой. Геймбой умер, да здравствует геймбокс! При цене примерно 4300 рублей занятный гаджет. Эстеты и фанаты древних приставок, наверное, эту машинку не одобрят. Ну а те, кто не знает, чем занять себя в дороге, найдут в геймбоксе неплохого попутчика. Так, голос, а сколько у нас времени осталось? Ну, около 500. Что, вроде успеваем. Поэтому я, с вашего позволения, тоже про один гаджет по-быстренькому поведаю. Значит так, устройство, которое в равной степени подойдет как детям, так и блондинкам. Называется шококлоки. О, полюбуйтесь. Все такие розовенькие, а? Но, между прочим, не только поэтому они подойдут блондинке. Главная особенность часов в том, что когда срабатывает будильник, вместо кукушки появляется шоколадка. Смотрите, сколько у человека будет счастья. Ну а детей можно подкупать. Например, нужно, чтобы ваше чадо село читать. Вы заводите будильник и говорите, что когда он прозвенит, из часов появится сюрпризик. Гаджет, кончай трепаться, время идет. А что? А я закончил. Теперь твоя очередь. Продолжай. Rover PC X7. Самый мощный коммуникатор на рынке. Так рекламируется этот гаджет. И, в общем-то, это правда. Главная фича Rover PC X7 – мощный процессор X-Scale PXA310. Его тактовая частота составляет 624 МГц. Вдобавок, девайс оборудован 128 МБ ОЗУ и 256 МБ флэш-памяти. Производительность действительно неплохая. Например, тест 3D графики показал 87 кадров в секунду. Для коммуникатора без графического ускорителя это очень неплохо. Учитывая, что показатели большинства аппаратов с 200, а то и 400 МГц процессорами меньше в полтора-два раза. X7 работает под управлением операционной системы Windows Mobile 6.1. Причем с его процессором даже тормозная винда бегает весьма шустренько. Мощности хватает даже для красивых и эффектных трехмерных игрушек. Это, конечно, не Sony PSP, но играбельно. Сам по себе агрегат очень правильный. Даже внешний производит впечатление мощного и надежного. Корпус отделан резиноподобным покрытием и в руке не скользит. Разве что немного громоздкий. Но нас этим не испугать. Экран сделан в модном стиле без бортиков. Защищен толстой прозрачной пластиковой пластиной, из-за которой сенсоры немного потеряли в чувствительности. Матрица стандартная. 320 на 240. Зато по размеру крупнее, чем у большинства конкурентов. 3,2 дюйма. Цветопередача вполне качественная. Самое интересное, что для управления этой машинкой не придется доставать перо. Экран реагирует и на нажатие пальцами. В комплекте даже есть специальная оболочка, рассчитанная под распальцовку. Особых спецэффектов не имеет, но очень удобная. Также в приборе полный набор фич, которые покупатель вправе ждать от современного коммуникатора. Сотовый модуль, рассчитанный на 4 диапазона сети GSM и GPRS Edge, адаптеры Bluetooth 2.0, Wi-Fi, 2-мегапиксельная камера, GPS-приемник, мощная батарея на 1500 мАч и так далее, вплоть до FM-радио. В общем, суровый такой русский коммуникатор для суровых русских мужиков. При цене менее 15 тысяч рублей, очень немногие коммуникаторы могут с ним тягаться по соотношению цены и мощности. Голос, слушай, а сколько у нас там на секундомере? Где-то 300. Слушай, надо потом оплеваться. Давай-ка в темпе. Apple iPod Nano 4G. Apple всегда делала необычные гаджеты. И если iPhone и Mac Air больше знамениты понтами, чем эргономикой, а iPod Nano ранних серий выбирали те, кому надо было что-то подешевле, лишь бы от Apple, то в Nano четвертого поколения до ума наконец-то доведено все, что только возможно. Apple отказалась от квадратного форм-фактора, присущего Nano 3G. Корпус нового плеера металлический, гладенький, приятный на ощупь. Он тонкий, но неравномерно, в сечении овальный. В руке лежит изумительно. Как и у прежних Nano, батарейка несменная. Самое заметное нововведение – экран. Он стал крупнее, поскольку теперь на нем можно просматривать широкоформатное видео. Несмотря на маленький размер, разрешение матрицы довольно большое – 320 на 240 пикселов, что в итоге дает четкую и качественную картинку. Для управления используется традиционное сенсорное колесо. Удобство управления всецело зависит от ваших пристрастий. Меню достаточно логичное, но самое интересное – для некоторых действий лазить туда совсем не обязательно. Новый iPod оборудован датчиком положения в пространстве. По-научному он называется акселерометром. Так что, например, переключать треки можно просто встряхнув плеер. «Крести, правда, надо довольно сильно!» Это сделано специально, чтобы iPod не переключался самопроизвольно, если его хозяин, например, подпрыгнул. Еще одна фишка – гениальный плейлист. Идея в том, что он позволяет подобрать владельцу плеера музыку, похожую на ту, которую он слушает в данный момент. Фишка так и называется – гений. Придраться можно только к двум вещам. Первое. Неясно, почему гнездо для наушников расположено в правом нижнем углу. То есть, если он лежит в кармане рубашки, а вам понадобилось залезть в меню, то придется изрядно изловчиться или перевернуть плеер. Неудобно. Второе. Разъем для питания. Ну, очень хлипкий и ненадежный. Учитывая отсутствие док-станции и то, что кабель в iPod втыкается постоянно, это плохо. Сдохнет за полгода год. Но в целом круто. И если бы не пляски с бубном вокруг iTunes, установка дополнительного софта для синхронизации с ПК и частенько слетающие базы плейлистов, я бы и себе такой взял и гаджету подарил. Спасибо, голос! С вами был Инспектор Гаджет. И помните, я докопаюсь за правдой. Чмоки! Ну что, вроде успели, да? Гаджет. А время-то еще есть. Да? А сколько осталось? Ну, полминутки где-то есть. Что, серьезно? Слушай, а мне больше говорить-то и нечего. А, тогда я буду танцевать. Давай, мою любимую. Every night in my dreams I see you, I feel you That is how I know you Go on Far across the distance And spaces Between us You have come to show you Go on And now let's get to the version Near, far, wherever you are I believe that the heart does go on Once, more You open the door And you hear in my heart In my heart We'll go on and on and on Go 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 on